Гаджи, можешь как-то рассказать представителям какого города, какой школы ты являешься и с чего началась твоя карьера борцовская? Я сам родом в спортпоскоп-борцовском село Ботлер. После восьмого класса я переехал в Хизелюд, там есть спортивный интернат олимпийский. Там я начинал, можно сказать, уже спортивную свою карьеру. После окончания школы переехал в матч-клуб «Динамо» и вот так у меня спортивная карьера началась. Тот факт, что ты представляешь спортивную школу «Динамо», имеющую такое неофициальное название «Школа пахарей», школу, которую представлял в свое время великий заголовок Дулбеков, первый олимпийский чемпион в Дагестане, и который сам и в своих тренировках, и в своих подопечных требовал полной выкладки на тренировках. Возможно, это тоже сыграло роль, что ты вот серьезно так вот продвинулся в достижениях. Ну, у нас очень теплая атмосфера, в зале все дружили, и тренера у нас очень хорошие. И вот, к примеру, Мамуда Алиев, его сын Али, и вот они нас тренируют, ну, складываются хорошие школы, там, несколько олимпийских чемпионов. Алихан Жабраилов с вами тоже представитель? Да, мы в одном вот тренировке живем, скажем, одна семья, вот так. И хоть нас мало, но как-то берем качество. Каковы твои увлечения, помимо борьбы? Или борьба – это вся твоя жизнь? Ну, если честно, устаю от борьбы, я не такой, мне тяжело дается борьба, очень тяжело. А так увлечение, так, особое увлечение, могу поиграть в футбол, мне нравится. Занимаясь футболом, в каком амплуа себя видишь, там, защитник, нападающий, врата? Кроме в воротах, ну, в основном, там, полузащита, защита. Это потому, что на ворот оставят обычно людей, которые хуже всех играют в футбол? Ну, может быть, не знаю, а так реально люблю бегать. Я хоть, если даже две-три тренировки сделаю, буду вместе с вами, мадам, после держать тренировку, я по-любому, если в футбол игра будет, я иду играть. Ну, я люблю очень. Есть какой-то клуб любимый? Как фанатичный валерий. Зарял, валерий, когда Крещанин Рональдово сейчас перешел, так. Он своим достижением, своим трудолюбием прохожу из-за этого. Он не талант, ну, может, есть талант, но трудолюбие у него больше. Ты знаешь же, да, какой у него распорядок дня, какие… Читал, там, ложится спать, там, пьет много воды. За счет питания я сам по себе знаю. Мне очень тяжело дается питание. Я не могу там отказаться от чего-то, как-то. А он уже сколько-то лет на движении, нескольких лет, вот так, там, не гуляет, не ходит, так. Ну, держит себя в корме. А ты знаешь, что у Крещана Рональду есть даже специалист по сну, тренер, который прописывает ему режим, когда ему нужно спать. Вот ты со временем хотел бы такого тоже нанять тренера? Если бы такие деньги были, наверное, нанял бы. Вовремя ложишься спать? Со сну и с питанием проблем нет, нормально все. С этим все хорошо. Сколько спит Гаджин Абию в среднем? На этот вопрос… 7-8 часов? Может, да, и больше даже. Ткань руки не пропускаю, вовремя, захожу, выхожу, что-то такого, из-за сна, что-то пропустил, какого-нибудь было. Был ли какой-то борец, ну, или вообще спортсмен, который повлиял на твое увлечение борьбой, вот из-за которого, возможно, ты пришел в борцовский зал? Там, не знаю, Буайстар Сатиеве, или там, Загалова Абдулбекова, или Али Алиев. Я, честно сказать, не было такого. У нас отец, когда мы в селе еще были, у нас всех летели, всех летели, братьям говорил, я, говорит, не хочу, чтобы вы чего-то достигали. Главное, чтобы оставлять с мужчинами, чтобы мужчинами стали из-за этого. Первоначально у меня был вот такой план. Ну, там, дальше, больше, как выше, проявлялись результаты на сельском уровне. Вот так пошло, так получилось, чтобы от фото равняться, как он не был. Ну, поскольку ты представитель горного района, я, наверное, не буду задавать тебе вопрос, что ты любишь больше, горы или море. Ответ очевиден. Не, почему? И горы, и море. Плаваешь хорошо? Плаваю, так, для новичков, можно сказать. Особенно так далеко не иду. Имеется в виду, если корабли крушения случится, ты не утонешь? Если устал, я не знаю, так переходи с медленной, дальше не знаю. В свое время за голову Абдулбеков на пляжу в Махачкалинском подтянулся 55 раз. Каков твой личный рекорд на турнике или на Брусе? Брусе я могу спокойно делать. Вот с турником мне тяжело бы. Максимум 15 делал. Ну, один раз постарался, на 180, 30 раз делал. Брусе я могу спокойно делать. А Брусе сколько? Брусе я не считал. Брусе легко дается мне. Минут 10 спокойно можно. 10? Минут 10, наверное, я говорю. Это я не знаю. Это я не знаю. Инстаграм у Гаджина Биева есть? И если да, то сколько времени в сутки уделяешь ему? Инстаграм есть. Это болезнь, можно сказать, сейчас. Современное общество. Ну, когда делают ничего, автоматом уже снимаешь телефон, заходишь, вытаскиваешь, заходишь. Было время тоже удалял. Потом заново, когда скучал. Когда на шарфе Симонове проиграл, было зло, восстанавливал. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? 6 тысяч. 6 тысяч? Да. Серьезная цифра? Да, нет, какая серьезная цифра сейчас. У меня 5, 5 сто. 5 сейчас будешь набирать, да? Твоя фамилия часто мелькает на соревнованиях значимого ранга. По-моему, если я не ошибаюсь, ты был на Красноярском турнире, да, Ярыгина? На Алиевском турнире, по-моему, был, да? На Алиевском. Готовился, готовился. Такие хорошие призовые были. Проиграл первый, сфатный. А Ярыгинский, я не знаю, уже 34-й год. Я не могу дальше 1-4, как можно сказать, пройти. Ну, вот такая, я не знаю, в Красноярском что-то не подходит. Или климат, или холода, я не знаю, что-то мне не подходит. Ну, пока не знаю, не идет. А с Россией более-менее там могу в трубку войти. В Сочи было гораздо теплее, чем в Красноярске, поэтому, наверное, результат. Да, можно согрыть, сейчас так нормально идет. Ты новоиспеченный чемпион России весовой категории до 79 кг. Каковы твои эмоции? Это твоя первая победа на столь важном соревновании? Ну, в прошлом году я был такой темп, а в прошлом таре, но золотую медаль это не получил, не выигрывал. Ну, это, наверное, тоже как назвать победу. Соперник снялся из-за травмы, и такого ощущения не было. Точно так радостно. Я точно не попросил в финале. Лично тебе, Ахмеда Гаджи Магомедова, не хватало? Да, да, его не хватало, честно говоря. Ты раз ему проиграл, хотел взять реванш у него. Ну, был я хороший, набрал помощь, с каждой спадкой хорошо себя чувствовал. Ну, не знаю, ну, его не хватало. Если успеет восстановиться к сентябрьскому чемпионату мира, Ахмед Гаджи Магомедов, наверняка у вас будет с ним прикидка, да? Каковы твои мысли на этот счет? Наверное, он же лидер, на чем весь. Я думаю, мы должны... Ты же знаешь, как с ним бороться? Знаем-то, знаем. Мы же с Бальчей, Назуров, всегда работаем вместе. Уже несколько раз с ним бороться. Знаем, друг друга знаем. А к тому, что понятно, что вы друг друга знаете. Я имею в виду, есть ли у тебя понимание, что нужно сделать, чтобы в итоге чашу весов склонить в свою пользу? Ну, так. Эта борьба пока еще так, я не знаю, сейчас предположить, думать. Там в борьбе по-другому можешь пойти. Чего тебе тогда не хватало? Ты ему проигрывал за счет, ну, в упорной борьбе, или же там получал за счет технического какого-то приема там? Борось, три раза, по-моему, три-два я проиграл. Три раза у нас три раза. Бал в бал, да? Да, бал в бал у нас. Вначале отдавал, и потом очень с трудом бал выбрал. Вот основная причина. Магомед Рамазанов в вашу категорию покинул и перешел на более тяжелую весовую категорию, наверное, тем самым чуть-чуть облегчив, да, продвижение по турнирной сетке? Да, тоже верно. Он сейчас боролся на 8-6 кг. Борцовский Хабиб Нурмагомедов. Все его часто путают с Хабибом. Очень похож. В каком твой главный козырь? В чем основная сила Гаджинабиева, на твой взгляд? Да, я не знаю даже. Если козырь или сила была бы, наверное, на каждом сцене, наверное, я бы выиграл бы. Чуть-чуть, веносилось. Все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть. Вот такой скромный ответ от Гаджинабиева, чемпиона России 2019 года.